13 сентября в республике пройдут выборы главы Чуваши, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. О том, как идет подготовка к единому дню голосования, сегодня на еженедельной планерке рассказал руководитель Центральной избирательной комиссии республики Александр Цветков. Избирательная кампания вступила в завершающую силу. Уже в это воскресенье жители определятся со своим выбором. Выборы все-таки главы республики у нас проходят очень спокойно, ни одной жалобы. Все кандидаты ведут себя очень достойно, друг на друга не жалуются. Гораздо активнее действуют конкуренты на выборах в органы местного самоуправления. Зарегистрированы более 7 тысяч кандидатов. В Чебоксарах выборы пройдут по смешанной системе. На 22 места по единому округу претендуют представители 7 партий. 4 сентября Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала на выборы в Чебоксарское городское собрание региональный список партии патриотов России. Муниципальная избирательная комиссия Чебоксар в минувшую субботу включила партию в бюллетени. Особенно выборы по городу Чебоксара проходят очень активно. И кандидаты, и партии активно участвуют, судятся друг с другом, жалобы друг на друга пишут. Но это нормальные рабочие моменты. Без этого не обходится ни одна избирательная кампания. Есть и некоторые злоупотребления со стороны кандидатов в отдельных нарушения. Вплоть до того, что срывают агитационный материал друг к другу. Но еще раз повторю, это рабочие моменты. Без этого ни одна избирательная кампания не обходится. И говорить о том, что у нас какие-то особо сложные, особо грязные выборы, я бы не стал. Потому что хотя бы сравнить с тем, что происходит в других субъектах, мне кажется, в этом плане у нас все проходит намного спокойнее. Все 1384 территориальной избирательной комиссии республики уже начали работу в полном объеме. Сверяют списки избирателей, рассылают приглашения, проводят досрочное голосование. По словам Александра Цветкова, сейчас ЦИК республики работает над тем, чтобы проголосовать 13 сентября смогли маломобильные группы населения, а также граждане, которые находятся в изоляторах временного содержания. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.